Сегодня мы с вами познакомимся с циклами на языке Python. Рассмотрим циклы while, for, рассмотрим функцию range и то, как она связана с циклами. Рассмотрим операторы BrickContinue, которые позволяют нам досрочно выйти из цикла. Как вы уже знаете, циклы позволяют повторять некоторые действия в зависимости от соблюдения условия. Цикл while. Служебное слово while – условное выражение, двоеточие, инструкции. После ключевого слова указывается условное выражение, и пока это выражение возвращает значение true, истина, будет выполняться блок инструкции, который будет идти со следующей строки. Все инструкции, которые относятся к циклу while, располагаются на последующих строках и должны иметь отступ от начала строки. Рассмотрим на примере. Нам нужно будет найти 10 чисел Fibonacci. Напомню, число Fibonacci – это последовательность чисел, организованных по правилу. Первое число Fibonacci – 0, второе число Fibonacci – 1, следующие числа – это сумма двух предыдущих. То есть третьим числом Fibonacci будет 0 плюс 1 – это 1, четвертым числом 1 плюс 1 – 2 и так далее. Рассмотрим программу. Задаем первое число Fibonacci как начальное значение 0, задаем второе число Fibonacci – 1, выводим эти числа на экран, то есть получили вот 0, вот 1. Дальше. Мы сказали, что будем находить 10 чисел Fibonacci, мы поставили n, равное 10. Будем рассматривать, начиная со второго элемента, и равное 2, так как мы уже нашли 0 и 1. Так. Изначально сумма 0. Сумма – это будет очередное число Fibonacci. Пока и меньше равно n, мы выполняем сумма, это предыдущее число Fibonacci, плюс число, которое было перед предыдущим, то есть сумма двух предыдущих чисел. Выводим сумму. Вот было 0, 1, сумма этих чисел 1. Вот мы вывели это число. Это как число Fibonacci. Теперь мы говорим, что первым числом Fibonacci будет предпоследнее, вернее, а вторым числом Fibonacci будет сумма, то, что мы перед этим нашли. То есть теперь у нас, если было первым числом вторым числом, и мы сумму определили как 1, то теперь 1 – это будет первое число. 2 – это будет сумма, это будет как второе число. То есть в следующий раз мы будем складывать вот эти два числа и получим 3. Потом будем складывать вот эти два числа, получим 5. И равно и плюс 1. То есть и нам обязательно для того, чтобы наш цикл не зациклился, а чтобы действительно дошел до N и завершил свою работу. Еще разок. Внутри цикла у нас 5 операторов. Оператор – вот основной – это нахождение числа Fibonacci, очередного числа. Print – это вывод результата на экран. Это очередное число на экран мы выводим. Fib1 – переприсваиваем. Присваиваем Fib2, то есть мы самое первое число забываем, вместо него ставим второе. Потом мы это забудем, поставим третье. Забудем, поставим четвертое. А Fib2 – это второе число в сумме. Мы его каждый раз будем присваивать значению суммы. И это наш шаг. Он не будет влиять на само число Fibonacci, это просто шаг, который будет влиять на завершение цикла. Помимо цикла while, в Пайтоне используют цикл for. Цикл for предназначен для перебора элементов структур данных и некоторых других объектов. То есть, в отличие от C, это не цикл со счетчиком. Такого цикла в Пайтоне нет. Цикл for больше представляет собой цикл for each для каждого. То есть, с помощью цикла for можно рассматривать, можно его рассматривать как цикл со счетчиком, но он больше предназначен для перебора элементов в множестве, в строках, в списках, в картежах и так далее. Например, с помощью цикла for можно перебирать строки, если их, конечно, не изменять. Мы поняли, что строка – это тип, который изменять нельзя. Например, пусть дана строка S равна второго. Тогда я говорю для I, for I, in S. Для любого символа из этой строки, что я делаю? Вывести I. Выводит отдельно первый символ, второй символ, третий символ, четвертый символ. Та же программа для I, для каждого символа из этой строки, вывести, но конец обозначает этот пробел, то есть эти же символы выводятся не в столбец, а в строку. Функция range. Эта функция переводится, само слово range переводится как диапазон. Эта функция используется для работы с циклом for. Она генерирует диапазон значений чисел. То есть сама функция может иметь три формы представления. Range stop, range start stop, range start stop step. Чем они отличаются? Когда мы говорим range stop, то есть мы указываем конечный интервал диапазона. Тогда эта функция будет возвращать все целые числа от нуля до стоп. Причем стоп включать мы в этот диапазон не будем. Если мы указываем range start stop, то буду возвращать функция все целые числа в промежутке от старт, включая до стоп, не включая. То есть если я поставлю start range 2, 5, у меня функция вернет 2, 3, 4. Если я поставлю в аргументах start, stop, step, то вернет все целые числа от старт до стоп с шагом степ. То есть если я поставлю, например, от 5 до 10 с шагом 2, то вернет 5, 7, 9. Функция range в отличие от random, что вы знаете, да, генерирует не одно случайное число в диапазоне, а последовательность чисел в указанном диапазоне. Она производит объекты своего класса, то есть диапазоны. Изменять range нельзя, так же, как и его элементы, так как все объекты относятся к группе неизменяемых, так же, как и строки. Например, вот здесь мы, я говорю, а это будет диапазон от минус 10 до 10, то есть мы минус 10 будем включать, 10 включать не будем. Выведу а. Он мне показывает, что это будет диапазон от минус 10 до 10. Сами числа неизвестны, элементы диапазона, вернее, неизвестны, они не видны, не отображены. Если мы выведем тип А, то нам даст, что это класс range, то есть это диапазон. Мы при этом можем обращаться к любому элементу этого диапазона. Например, если я поставлю А нулевое, это первый элемент, это будет минус 10. Если я поставлю последний элемент, это А19, это будет 9, так как 10 не входит. Если я поставлю какой-нибудь элемент в середине, А5, это будет минус 5. То есть это минус 10, минус 9, минус 8, минус 7, минус 6, минус 5. Если я поставлю А20, 20-й элемент, то он даст ошибку, так как 20-й элемент у нас имеет индекс 19. Счет идет от 0 до 19. От минус 10 до 10 – это 20 элементов, но счет будет от 0 до 19. Поэтому на 20-м элементе, на индексе 20, он даст ошибку. Несмотря на то, что последовательность чисел не видна, к ней можно обратиться. Этот можно обратиться буквально по номеру индекса, еще раз повторю. А можно явным видом задать через оператор print. Например, для любого элемента in range 5 вывести этот элемент. Что получается? Сначала формируется диапазон от 0 до 5, 5 не включая. И выводит 0, 1, 2, 3, 4. В данном случае range можно рассматривать как одномерный массив, состоящий из 5 элементов. Значения, причем массива, они уже заданы. 0, 1, 2, 3, 4. И дальше обращаться как к отдельным элементам. Для досрочного выхода из цикла существует два оператора. Оператор Brick и оператор Continuum. Эти операторы используются в любом языке программирования. И назначение их тоже так же, как и все. Brick осуществляет выход из цикла, то есть полностью выходит из цикла. А Continuum позволяет перейти к следующей итерации. То есть буквально из цикла не выходит, она заканчивает один шаг цикла и переходит к следующему шагу цикла. Например, создаем диапазон от 0 до 9 включительно. То есть здесь я не включаю. И говорю, для любого элемента, для n из этого диапазона, если n число четное, то есть на 2 делится, то пропускаю, четное число пропускаю. Если n будет равен 7, то я вообще останавливаю цикл. Если число нечетное, то его вывести. То есть у нас на экране получилось 1, 3, 5. Как работает? Для n диапазон, первое – это 0. 0 делится на 2? Да, делится. Поэтому он пропускается. 0 равно 7? Нет. Выводим. Или ничего не выводим. Я пропустила этот цикл. Прошу прощения. Дальше. И 1. 1 делится на 2? Нет. 1 равен 7? Нет. Вывела 1. Следующий шаг. 2. 2 делится на 2? Да. Пропускается. Все пропустили. Следующая. 3. 3 делится на 2? Нет. 3 равно 7? Нет. Выводим 3. 4. 4 делится на 2? Да. Пропускаю. 5. 5 делится на 2? Нет. 5 равно 7? Нет. Вывела 5. 6. 6 делится на 2? Да. Пропускаю. 7. 7 делится на 2? Нет. 7 равно 7? Да. Останавливаю цикл. То есть семерку он уже не печатает и дальше в целом с циклом уже не работает. Для закрепления рассмотрим пример. Поиск простых чисел в диапазоне от 10 до 20. Что я сделала? Я сначала создаю диапазон от 10 до 20. Теперь говорю для каждого элемента из этого диапазона. Далее. Внутренний, вложенный цикл. Вложенный цикл я беру в диапазоне от 2 до элемента из диапазона. Если первое число 10, значит от 2 до 10. Если это в середине, то от 2 до 15. Проверяю. Если это число делится на цело, на числа из этого диапазона, тогда я проверяю, присваиваю просто деление и говорю. Если я проверяю, вот это число делится на это число, в результате получается такой ответ. Останавливаю внутренний цикл. То есть дальше проверять не имеет смысла. Мы уже нашли одно делимое. Иначе, если внутренний цикл весь пробежали, нигде ничего не делится, то я говорю, число простое. На примере. Первое число 10. 10 на 2 делится? Да, делится. Значит, он говорит, К будет 10 делить на 2, это 5. Выводит вот здесь. 10, 2 и 5, 0. Все. Это число непростое. Оно показало, что имеется одно делимое и каков результат. Следующее. Жи равно 3. Прошу прощения, оно же дальше не будет рассматривать. Брик внутренний цикл закончился. Следующее. И равно 11. Жи от 2 до 11. 11 делится на 2? Нет. 11 делится на 3? Нет. На 4? Нет. И так далее. Дойдет до 11. До 10 вернее. 11 не включается. 11 делится на 10? Нет. Он выведет. Простое число? 11. Еще раз вернется. И теперь будет из внешнего цикла 12. От 2 до 12. 12 не включая. 12 делится на 2? Да. Найдет частное. Выводит 10, 12 и 2. И само результат. 12, 2. 12 делится на 2, получается 6. Все. Брик внутренний цикл завершает работу. Возвращается опять к внешнему. 13. Перебирает все числа от 2 до 13. 13 не включая. Так как 13 не делится ни на одно из чисел от 2 до 13. То он говорит простое число 13. И точно так пробегает по всем остальным числам. Итак, мы с вами посмотрели циклы в Пайтоне. Сказали, что есть два цикла. Цикл while и цикл for. Цикл while – это цикл пока условие истины. Он работает до тех пор, пока условие истины. Цикл for – это не цикл со счетчиком. Это цикл для перебора элементов в списках, в строке, во множестве. То есть для перебора элементов в некоторой последовательности. Также мы сказали, что можно использовать вложенные циклы. Можно комбинировать for внутри while, либо while внутри for. На экране вы видите вопросы, на которые вы должны уметь ответить. Список рекомендуемой литературы. На этом сегодняшняя тема с нами завершена.